С момента нашей последней встречи Светлана Никитина переехала из комнаты на пятом этаже общежития в съёмную квартиру на первом. Пытается наладить отношения с супругом Александром и очень ждёт, что органы опеки вернут ей двоих дочерей. Напомним, старший сын Данил проживает со своим отцом. Второго ребёнка, дочь Олю, Светлана в апреле текущего года поместила в Курганский дом ребёнка. После появления на свет маленькой Любы, а именно так Светлана назвала своего третьего ребёнка, врачи диагностировали у девочки порог сердца и направили её на обследование в больницу имени Красного Креста. Сегодня месячный ребёнок выписан из больницы и отправлен в государственное учреждение к своей старшей сестре. В отношении первого ребёнка продлено пребывание до октября, в отношении второго на три месяца ребёнок помещён по заявлению матери в связи с тяжёлой жизненной ситуацией, сложившейся в семье. Незадолго до рождения третьего ребёнка Светлана поругалась с мужем Александром и осталась одна. Я когда родила дочь при натальной медицинке 16 июля, мне сказали, что у дочери порог сердца, его надо будет лечить. У меня была капитальная истерика, меня успокаивали, короли успокоительные врачи. Потом я приехала домой и решила всё-таки позвонить мужу. На сегодняшний день супруги не проживают вместе, но Александр постоянно навещает Светлану. Хотя для женщины отношения с мужем отошли на второй план. Она бьёт тревогу и хочет забрать детей. Только органы опеки отказывают ей в этом по ряду причин. Необходимо отметить проживание в семье отца детей, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту побоев Светлани. Он проживает совместно с ней до разрешения судебного разбирательства. Соответственно, никаких действий по возврату в семью первого ребёнка предпринято быть не может. Сомнения в возможности Светланы воспитывать своих детей высказывает и уполномоченный по правам ребёнка при губернаторе Курганской области. Вопрос на сегодняшний день, надо ухаживать за Светланой, либо ухаживать за её детьми. Если нужно ухаживать за Светланой, встаёт вопрос, может ли она как мать ухаживать за своими детьми, если она сегодня сама за собой не может ухаживать. То есть вот здесь получается декий замкнутый круг. Мы сегодня ставим вопрос о том, способна ли она жить самостоятельно, нужен ли ей соцработник. Фактически дети могут оказаться, как и несколько месяцев назад, в ситуации, когда дома невозможная грязь, когда дети не помыты, не ухожены, без нормального несколько раз в день питания. Светлана слышит советы органов опеки, но порой ведёт себя как капризный ребёнок, который только требует, но ничего сам не выполняет. Ей был назначен социальный работник, который посещал её три раза в неделю и помогал по хозяйству. Сейчас она использует социальное такси для того, чтобы посещать детей в доме ребёнка. Это уборка, это приготовление продуктов. То есть вот основной круг. Ну и плюс вероятность назначения или заключения договора о том, чтобы была сиделка с детьми, поскольку Светлана инвалид, и ей сложно одной управляться с двумя детьми. Ну и здесь женщина повела себя своевольно. То пускала работника, то отказывалась от помощи. Обслуживание прекратилось по её просьбе в связи с тем, что она занята, что она всё время в каких-то разъездах. И периодичность два-три раза в неделю мы просто уже не смогли выполнять. Почему? Потому что не было доступа в квартиру. Кроме того, были зафиксированы факты неуважительного общения с представителями соцзащиты, а также то, что у Светланы иной раз просто не хватало денег даже на элементарную закупку продуктов. Хотя женщина может заключить дополнительный договор с данным учреждением. У нас есть филиал нашего центра «Покрасина-70», где есть служба сидела, отделение такое. Можно, наверное, обратиться в данное учреждение, в смысле филиал нашего учреждения. Там они по часовой оплате могут находиться весь рабочий день. Однако Светлана на сегодняшний день не предприняла никаких мер, а только надеется, что, как по мановению волшебной палочки, дети появятся на пороге. Ее муж также надеется на воссоединение семьи. Я хочу воссоединение семьи, я постоянно со Светланы хожу, дома ребенка, навещаю волю. Я могу так не пить, но без правки мне ребенка никто не отдаст. Я же, когда с нами была Ольга, я не пил, я не употреблял спиртное, я занимался с ребенком, помогал Свете во всем, за всем успевал. Вот только кодирование от алкогольной зависимости не панацея от всех бед. Во-первых, Александр все еще отбывает условный срок за нанесение побоев в беременной Светлане и считается угрозой для безопасности маленькой Оли. А во-вторых, алкоголизм мужчины неизлечим, поэтому и шансы на возвращение детей в семью крайне малы. Вполне возможно, мы будем рассматривать варианты какие-то пошаговые, сначала одна дочь, потом другая. Либо если, ну еще раз говорю, мы не можем сегодня однозначно сказать, дети вернутся к маме, либо дети будут в детском доме, либо дети пойдут в приемную семью. Если оценивать интересы детей, сегодня они получают полный комплекс медицинских, педагогических и иных услуг, которые требуются для их развития. Меж тем, Светлана Никитина такой подход считает несправедливым и не хочет, чтобы ее дети оказались в детском доме. Особую тревогу у нее вызывает судьба новорожденной девочки. Мне все говорят, что не должно быть так, что грудного ребенка не должны отбирать у матери.